Уважаемые коллеги, наш заключительный на сегодня брифинг посвящен развитию нейрохирургии в Республике Казахстан. В послании народу Казахстана «Казахстанский путь 2050. Единая цель, единый интерес, единое будущее» глава государственного стана обеспечения Назарбаев уделил особое внимание вопросам развития здравоохранения. Так, Национальный центр нейрохирургии, построенный по поручению главы государства в 2008 году, был признан стать площадкой для внедрения новых медицинских технологий и стать локомотивом развития казахстанской системы здравоохранения. До открытия центра все казахстанцы, которые нуждались в высокоспециализированной нейрохирургической помощи, вынуждены были выезжать за границу. С созданием центра были внедрены более 40 новых технологий, которые раньше не применялись ни в Казахстане, ни в других республиках Центральной Азии. И это не случайно, что в этом году именно в Казахстане, в Астане, проходит 10-й Азиатский конгресс нейрохирургов. Сегодня на наш брифинг мы пригласили президента 10-й Азиатского конгресса нейрохирургов Сири Кокондыковича Ахшулакова, президента Азиатского конгресса нейрохирургов Йоко Като, президента Всемирной федерации нейрохирургических обществ господина Питера Блэка, президента Международного института нейронаук господина Маджид Сами, директора научно-исследовательского института нейрохирургии имени Бурденко Александра Николаевича Коновалова и заместителя директора научно-исследовательского института нейрохирургии имени Бурденко Александра Александровича Потапова. В первую очередь мы благодарим всех у вас за участие в нашем брифинге. Спасибо за участие и за участие в нашем брифинге. И, Сергей Кокондыкович, я передаю вам слово. Пожалуйста. С 9 по 12 сентября в Астане идет 10-й Азиатский конгресс нейрохирургов. Если говорить о масштабности и значимости этого конгресса, сегодня в работе конгресса участвуют более 700 представителей из 50 стран мира. Я думаю, по форме это является как бы мировым конгрессом. И сегодня Астана стала площадкой для дискуссии проблем нейрохирургии и определения перспектив развития нейрохирургии в мире. И, пользуясь случаем, я хотел бы поблагодарить всех участников нашей конференции, всех наших гостей, которые приехали в наш город Астану. Сегодня присутствуют ведущие нейрохирурги. Это азиатская нейрохирургия, европейская нейрохирургия и нейрохирургия из Америки. Большое спасибо. Уважаемые коллеги, мы переходим ко второй части нашего брифинга, непосредственно к самим вопросам. Пожалуйста, если у кого-то есть интересующие вас вопросы, подходите к микрофону, задавайте. И первый вопрос, пожалуй, к госпожа Йококату. Если можно будет. Мы знаем, что вы уже несколько раз приезжали к нам в Казахстан, и в этой связи вопрос, с чем это связано, и ваше впечатление о Казахстане, и как идет развитие нейрохирургии, по вашему мнению, в нашей республике. Пожалуйста. Спасибо за ваш вопрос. Спасибо большое за то, что вы меня пригласили сюда еще раз приехать. Я действительно... Это очень большая страна, она меня вдохновляет. Это центр Евразии, можно так сказать. И доктор Стерик, он является центром, то есть лидером в нейрохирургии здесь. И в качестве азиатской страны, мы хотели бы узнать, больше узнать о том, что происходит в Центральной Азии в сфере нейрохирургической службы. И поэтому я приезжаю сюда. И теперь я понимаю, насколько высок этот уровень, который сейчас происходит здесь. И поэтому я дискутирую с Партифором Коноваловым, Питером Блэком и Потаповым относительно вот этого Конгресса в этом году, чтобы его провести. И действительно, у нас успешный старт. Спасибо большое. Пожалуйста, вопрос. Индира Калметова, информационная агентство Стратегия 2050. У меня вопрос к Серику Кондековичу. Скажите, пожалуйста, почему и как было принято такое решение, провести 10-й Конгресс нейрохирургов именно в Казахстане? Спасибо. Спасибо за вопрос. Я прежде хотел бы сказать немножко об истории Азиатского Конгресса нейрохирургов. Азиатский Конгресс нейрохирургов был основан в 1993 году. Его основателем является Тицео Кано из Японии. Проходит один раз в два года. До этого проходили в многих городах азиатских стран. И обычно это идет по методам выбора. И я считаю, что на сегодняшний день экономический рост Казахстана стал привлекательным Казахстаном. И могу тоже сказать, что рост нейрохирургов в Казахстане дал повод, чтобы выбрали нашу столицу, наш город, Астану. И это не просто конференция, потому что перед конференцией мы проводим мастер-классы. Это практическая помощь для нейрохирургов Казахстана. Мы вчера провели 7 мастер-классов практически из 9 стран мира. Представители нейрохирургов из 9 стран мира провели мастер-классы. Провели показательную операцию. Я думаю, это даст хороший импульс для дальнейшего развития нейрохирургии в Казахстане. Большое спасибо. У меня еще один вопрос господину Маджет Сами. Как вы думаете, какую значимость имеет Азиатский конгресс в развитии мировой нейрохирургии? Я думаю, что очень важно, что мы проведем межконтинентальный конгресс. И он включает много аспектов в себя. И первое, что в каждой стране должна находиться какая-то выдающаяся личность, которая поведет свою страну. И второе, что в стране должна быть инфраструктура, которая может обеспечить страну подобными конгрессами. И обеспечить, чтобы на международном уровне страна могла приглашать многое количество приглашенных. И слава Богу, что Астана смогла это осуществить в этот раз. И все делегаты, они, и все принимают тот факт, все присутствующие, что Казахстан сейчас гордится своим городом, гордится нейрохирургией Казахстана, что здесь столько представителей, которые приехали со всего мира, именно сюда. И поэтому мои поздравления профессору Серику Акшувакову, и мои поздравления не только ему, но и всем людям Казахстана, особенно гражданам города Астаны, из-за того, что вы имеете такой большой потенциал, который в последнем поможет развить нейрохирургию в будущем. Добрый день, Асхат Ниязов, Казахстанская правда, интернет-портал. У меня вопрос к Александру Николаевичу. Вот мы знаем, что вы уже давно сотрудничаете с нашей страной, и в связи с этим у меня такой вопрос. Как вы считаете, на каком уровне у нас в Казахстане нейрохирургическая служба? Спасибо. Очень хороший вопрос, потому что я помню начало казахской нейрохирургии, ну почти самое начало. Она зарождалась в Алма-Ате, там было несколько отделений, и с того времени прошел уже большой срок, большой период. И надо сказать, что за последние годы, вот за последние шесть лет после того, как был создан новый нейрохирургический институт, произошли разительные изменения в казахской нейрохирургии. Я уверен, что здесь уровень абсолютно международный. Самые сложные заболевания, которыми занимаются нейрохирурги, здесь успехом могут лечиться здесь, в этом центре. Так что это, с одной стороны, говорит о очень успешном, очень быстром развитии этой специальности, а с другой стороны, о международном признании казахской нейрохирургии. Не было бы этого высокого уровня, не было бы и настоящего Конгресса. Я думаю, что вот то, что место проведением Конгресса выбрано Астана, это не случайность. Это говорит о том, что большие успехи казахскими нейрохирургиями достигнуты за последнее время. На ваш вопрос я хотел бы сказать еще, что, к счастью, большое количество казахских нейрохирургов, которые сейчас активно работают, они воспитывались в стенах Московского института нейрохирургии и других институтов России. У нас очень тесные связи, мы дорожим этим, я считаю, что это огромное преимущество, и мы должны сохранять эту дружбу, эту связь. Как Вы считаете, наши нейрохирурги достигли такого уровня, чтобы к нам ездили лечиться с других стран? Это вопрос сложный, потому что люди по разным причинам едут в другие страны. Здесь не только уровень нейрохирургии нужен, важен уровень всей медицины и уверенность, что какие-то не произойдут случайности, которые могут испортить первоклассное произведенное лечение. Так что наверняка будут приезжать сюда люди. Но некоторые, из некоторых стран определенно с оглядкой, где уровень медицины вообще очень высокий, из таких стран, как, например, Германия или Соединенные Штаты Америки, но из других стран, конечно, будут приезжать. Спасибо. Благодарю. Пожалуйста, следующий вопрос. Добрый день, Анна Рабайгазинова, телеканал 24КЗ. У меня вопрос к господину Кашулакова. Наверняка на Конгрессе говорят не только о достижениях и делятся опытом мировым, но и озвучивают проблемы. Вот на Ваш взгляд, самые важные топовые проблемы, которые сегодня есть в нейрохирургической отрасли в отношении мира и в отношении, в частности, Казахстане? Естественно, в работе Конгресса мы обсуждаем не только достижения и проблемы тоже. Я думаю, это очень хороший вопрос. И на сегодняшний день казахстанская нейрохирургия, школа нейрохирургии, можно сказать, всего 7 лет нашему центру. У нас много, считаю, в плане, в перспективе есть планы на будущее. И один из главнейших проблем – это лечение нейрохирургических больных методом радиохирургии. На сегодняшний день в Казахстане эту тему мы обсуждаем, и были несколько докладов по этому направлению. И думаю, после этой конференции мы будем развивать это направление. Благодарю. Будет ли у вас еще один вопрос? Нет, да? У меня вопрос, я думаю, заключительный к господину Питеру Блэку. Мистер Питер Блэк, пожалуйста, поделитесь вашими впечатлениями о 10-м Конгрессе, о его ходе, и что больше всего понравилось вам в Казахстане и в нашей столице. Конгресс мне очень понравился. И действительно, Казахстане из 50 стран мира приехали. И самое главное – это то, что мы взаимодействовали с друг другом, делились опытом, делились тем, что мы можем сделать в будущем. И мы в качестве нейрохирургического общества, мы верим, что Казахстан является неотъемлемой частью для развития нейрохирургии в целом, в общем, в мире. Спасибо большое. Они позволяют в трехмерном виде получать изображение мозга, работу мозга, видеть индивидуальную анатомию каждого человека, каждого пациента, как функционально значимые, важные для функций мозга зоны соотносятся с патологией, с опухолью. И вот современный уровень нейрохирургии позволяет хирургу во время, перед операцией планировать свои действия, свое вмешательство с учетом этих новых данных о особенностях мозга каждого человека. И на этой конференции будет целая серия докладов. Сегодня они прозвучали на пленарных сообщениях и профессора Маджида сами, и академика Коновалова, и профессора Питера Блэка. И предстоит еще нам услышать много докладов, где эти технологии широко применяются как до операции, так и во время операции. И последнее я хотел бы сказать. С другой стороны, нейрохирургия дает новые знания физиологии мозга, нейрофизиологические данные, новые данные нейробиологии, как работает мозг, как работают нервные клетки человека. Поэтому нейрохирургия является и донором фундаментальных знаний о мозге человека. И этот Конгресс как раз даст нам новый импульс в понимании этих механизмов работы мозга. Спасибо. 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 Агентство Хабар, Еликеев. Вам огромное спасибо. В отличие от других научных конференций Конгресса вы непосредственно оказываете помощь людям. За это вам огромное спасибо. Спасибо. Ну, здесь корифей Коновалов Александр Николаевич. Я хотел бы вам задать вопрос такого характера. Болезнь мозга прогрессирует ли сегодня? И в чем причина? И в чем причина? Если можно будет немножко остановиться на статистике. Возрастной для меня это очень важно особенно. Спасибо большое. Спасибо. Вопрос. Я понимаю, что вопрос очень непростой. Непростой, потому что действительно, вот вы в своей последней части этого вопроса что-то прояснили, потому что действительно люди живут дольше. И у них появляются заболевания, которые характерны для пожилых людей. А это в первую очередь сосудистые поражения, нарушения, то что мы называем инсультами. Они бывают различные. Они могут связаны с тем, что недостаточно крови поступает к мозгу. Или наоборот происходит кровоизлияние в мозг. И то и другое. Это объект лечения, которым проводятся нейрохирурги. Вот ряд операций на сосудах, которые кровоснабжает мозг, проводят нейрохирурги или сосудистые хирурги для того, чтобы, если просвет сосуда сужен, восстановить нормальный процесс и предупредить катастрофу. Это очень важное направление. Если произошло кровоизлияние, надо разобраться, какая причина кровоизлияния. И часто можно сделать операцию, которая предупредит повторное кровоизлияние. Во всяком случае, вот в этом отношении нейрохирурги оказывают помощь уже больным. Ну, многие из них, конечно, уже достигают определенного возраста. Я первую часть вашего вопроса не осветил. Статистика. Статистика. Понимаете, статистика вещь очень сложная. Потому что сейчас изменилась диагностика. Многие заболевания, которые раньше не знали, не обращали внимания или просто не считали количество этих больных, сейчас они диагностируются очень легко. Особенно, когда мы говорим о таких метах, как компьютерная томография, магнитно-резонансная томография. Люди очень часто, даже здоровые люди делают все исследования и обнаруживают, что они больны. Обнаруживают какое-то серьезное заболевание. Так что число больных, ну не больных, а пациентов, которые требуют внимания, а может быть их нейрохирургической помощи растет. То же самое происходит и с опухолями мозга. Они чаще выявляются. Это одна причина. Потом есть такая категория опухолей, мы говорим вторичные, метастатические опухоли. Сейчас хорошо лечат первичные опухоли. Разными методами, с помощью химиотерапии, с помощью вовремя произведенной операции. И люди доживают до той стадии, когда опухоль распространяется, когда она проникает в другие органы. И, конечно, самое страшное, если поражается мозг. И этих больных с вторичным поражением мозга, опухольным поражением становится действительно больше. В силу успехов медицины. Медицина спасает больных, которые раньше не доживали в такой стадии, но появляются новые проблемы. Так что полностью вопрос о статистике, чаще и не чаще эти заболевания стали в реальности. Ответить трудно. Они чаще выявляются просто. Большое спасибо. Мистер Мадзерсамин, вы хотите сказать несколько слов? Профессор Потапов говорил о будущем нейрохирургии. И, знаете, все вы хотите хорошего будущего, каждый из вас. И я верю, что сегодня в любой отрасли науки то есть мы не можем не иметь никакого прогресса в будущем, если мы не разработаем хорошие программы для развития науки в нашем обществе. И поэтому профессор Потапов сказал, что сейчас мы находимся в нашей стране в таком моменте, когда мы сейчас очень улучшаем наши качества. И вот, допустим, когда вы покупаете мобильный телефон, ваш дух через три дня приходит и говорит, ты знаешь, твой мобильник уже устарел. Технологии быстро улучшаются. И, вы знаете, и в области наукознания происходит то же самое. И я верю, что Астана стала такой клиникой, которая развивает свою науку и становится центром мировой науки для всего мира в области нейрохирургии. И во всех отраслях, и если говорить языком клиническим, наука на самом деле шла вниз. Но сегодня, в эти дни, мы увидели, как нейрохирургия начала расти опять. И мои поздравления всем вам и профессору Серегу Акшу Акшу Акшу. Дорогие коллеги, на этом мы завершаем наш брифинг.